Добрый вечер, добрый вечер, мои котяточки! Только что к нам поступила очень важная информация касаемо нашей подруженьки Реночки Малышевой. Прикиньте, её ограбили, прикиньте, вообще я в шоке, её клинику ограбили. Вот, а клиника располагается в центре Москвы, да. По данным журналистов, злоумышленник открыл сейф и украл внушительную сумму денег в размере одного миллиона, ну короче, полтора ляму спиздили, да. Основным подозреваемым по делу об ограблении медицинского центра стал 32-летний старший администратор по фамилии Козёл. Странно. Как сообщают корреспонденты, кражу удалось раскрыть по горячим следам, по котишкам, которые он ставил после себя, да. Какашечки, какашульки. Потому что Лена учила, как правильно какать, вот и научила его. Значит, расслабили живот, выпрямили спину и какайте! В помещении клиники были установлены видеокамеры, записи из которых изъяли сотрудники правоохранительных органов. Они, кстати, тоже наши друзья, да. На месте преступления также обнаружили отпечатки пальцев, какашульки. Анализ мочи, кровь, море крови, козюльки всякие. Полиции полагают, что они могут принадлежать злоумышленнику. В настоящий момент козел задержан. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов города Москва. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особом крупном размере козла». Сама Леночка Малышева пока никак не прокомментировала инцидент. На своей странице в Инстаграме телеведущая предпочитает делиться рабочими моментами. Вот она, фоточка, они обнимаются с этим Герман Шалавович, да. Дорогие мои, будем вместе разбираться, как вести себя мужчинам, если они испытывают проблемы в сексуальной жизни. Вы носите костюм члена. Напомним, что популярная телеведущая открыла медицинский центр в Москве в марте этого года. О планах Леночки Малышевой по запуску клиники стало известно еще пару лет назад. Спустя месяц также заработало учреждение женщины в Санкт-Петербурге. Суммарные инвестиции в проект составили всего лишь 10 миллионов баксов. Прикиньте, я их херею. О детском ограблении медицинского центра телезвезды в Москве стало известно на прошлой неделе. Как нам сообщают в правоохранительных органах, исчезновение внушительной суммы на эсэйфа обнаружили утром, в среду 27 сентября. Многочисленные поклонники Леночки Малышевой знают, что она преуспела не только в карьере. У женщины счастливо сложилась семейная жизнь. Вместе с мужем Игорем телеведущая воспитала двух сыновей. В паре со знаменитой матерью. Несколько лет назад Юрочка создал семью. Наследник телеведущей счастлив в браке с избранницей Кариночкой. И воспитывает они очаровательного Кирилла. Вот, это Кирилл это внук Лены, я так поняла, я уже просто запуталась в этих людях. Теперь, я поняла, что они все Малышевы. Теперь Леночка Малышева мечтает о том, чтобы ее младший наследник тоже поскорее нашел супругу. Ну и хорошие, ладно, я немножко какую-то херни наговорила, потому что понедельник день тяжелый, да, мои сладенькие. Я, конечно же, жду от вас лайки, дизлайки, комментарии, жду. Вот, всегда улыбайтесь, всегда будьте в хорошем настроении, когда смотрите наш Ютуб канал. Спасибо вам огромное за внимание, я всех люблю, как всегда целую в десна, да. И знаете еще, мои хорошенькие, если вот вы когда включаете роличек, а перед роличком рекламочка идет, то, пожалуйста, посмотрите ее, ладно, чтобы нам копеечка капнула, потому что вы переключаете, а мы ничего не зарабатываем, да, и так, вы знаете. Валерка голодает, он исхудал. Вот, мои сладенькие, хорошенькие, ну все, я пошла. Ругаться матом не буду, потому что Ютуб начал на меня ругаться. Говорит, вы очень много ругаетесь матом, рекламу мы вам не будем давать. Я сказала, хорошо, я постараюсь не справиться, поэтому и сладенькие ложитесь спать. Завтра с утра я обязательно к вам приду, расскажу очень много интересных новостей. Пока-пока!